Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексеев Алексей, я управляющий партнер руководитель аналитического отдела компании Медюр Консалт. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему, которая с каждым днем, наверное, становится все более и более актуальной. Понятие врачебной тайны и персональных данных используется настолько часто и настолько не по делу, что фактически ежедневно мы сталкиваемся с определенными искажениями этих понятий, о чем, собственно, сегодня и поговорим. Самое интересное, что лет десять, наверное, назад тема лекции могла называться так же, а по содержанию было бы принципиально другое. Буквально в течение последнего, наверное, месяца развернулись несколько ситуаций, которые сейчас опишу, а дальше по итогу рассказанной истории мы стараемся с вами дать им оценку. Первая ситуация, когда пациент оставил, сдавая анализы медицинской организации, заявление о том, чтобы результаты анализов были отправлены ему на электронную почту и при этом ошибся в электронном адресе, в адрес электронной почты. Медицинская организация отправила анализы, естественно, не тому человеку. И лицо, получившее анализы, в полное негодование звонило в соответствующую лабораторную службу и сообщало о том, что намеренно жаловаться везде, где угодно, как раз на то, что медицинская организация распространяет сведения, составляющие врачебную тайну. Вторая история более неприятна с этической точки зрения, хотя, наверное, первая не такая уж безвредная. Это история, когда два ассистента пластического хирурга общались между собой в одном из мессенджеров, при этом одна из этих ассистентов была, ассистента разных классических хирургов, была в штате медицинской организации и общались они между собой не просто так, а на тему определенного пациента, точнее пациентки. Более того, в этом чате прозвучала фамилия и имя пациентки с озвучанием ее проблемы, ну и образной трактовкой того дефекта, который у нее был. Надо сказать, что одна из, как я уже сказал, ассистентов была оформлена в штат, вторая из ассистентов в штат оформлена не была. Я так понимаю, что персональным ассистентом некого врача-пластический хирурга, и скриншот вот этой переписки попал к пациентке. Необходимо отметить, что пациентка почему-то в восторге от наличия подобного общения между ассистентами не была. Следующая история, это история, которая лежит в основе, к сожалению, дела, связанного с уголовным преследованием, которое развивается в одном из городов, скажем так, центральной России, когда медицинская организация, пытаясь сделать сервис максимально доступным и удобным для увеличения простоты общения и контакта с пациентами, включила в договор возможность общения между пациентом, заключившим договор на определенный вид медицинского сопровождения и медицинским работникам по телефону. При этом, естественно, это общение по телефону велось в рабочие часы, это было отдельно прописано, во вне рабочей часы это был определенный дежурный доктор. Однако минус этой истории заключается в том, что нигде на телефонах не стояло никакой видеофиксации, и общение по телефону, которое очень сложно назвать полноценной медицинской консультацией, а сейчас является одним способом доказывания вины медицинского работника, поскольку со слов пациентки она сообщила о определенных симптомах, а врач их не воспринял всерьез. Ну и последняя история, которая произошла буквально несколько дней тому назад, на просторах социальной сети Facebook, когда медицинское сообщество, в состав которого входят как пациенты, так и врачи, собственно, оно не совсем медицинское, оно скорее сообщество, посвященное проблематике, выгнало открытое сообщество, выгнало из своих рядов, причем не просто выгнало, а еще и постаралось заклемить позором одного врача, который до этого в это сообщество звало, а за что, собственно, выгнало? Выгнало за то, что он осмелился в открытом сообществе сделать репост сообщения, постам, которые опубликовала дочь пациента. Он сделал репост этого сообщения в другую группу, где дальше начал обсуждать содержимое этого сообщения. Надо сказать, что это привело к весьма неоднозначной реакции администрации открытого полупациентского сообщества, посвященного одному заболеванию или группе заболеваний. И дальше началась разыгрываться полная, мне бы сказал, наверное, пафоса, трагедия с упоминанием того, что этот доктор нарушил закон о персональных данных якобы и врачебную тайну разгласил. Но этические вопросы в данном случае обсуждать не будем, хотя мне кажется, что в данном случае любое распространение данных в открытых источниках с этикой вообще никак не связано. Однако давайте все-таки обсудим во всех этих четырех историях, на что можно опираться, что такое врачебная тайна, что такое персональные данные в приложении к современным, собственно говоря, средствам связи, а также и классическое сообщение между врачом, пациентом и его родственниками. Итак, собственно говоря, оборотной стороной любой тайны, на которую всегда опираются сторонники свободы слова, является та самая свобода слова, зачастую воспринимаемая как вседозвольность. При этом надо сказать, что свобода слова закреплена в 29-й статье Конституции Российской Федерации, основной закон страны, но даже в нем есть некоторые ограничения, распространяющиеся на тайну, которая определяется федеральным законом. Некая тайна упоминается. Давайте пойдем дальше. Следующим звеном определенной свободы, свободы слова, выступает средство массовой информации, опять-таки, с своим очень особенным представлением о свободе СМИ. Мы видим с вами закон о средствах массовой информации, первую же его статья, которая нам рассказывает о свободе массовой информации, и в ней тоже находим, что вся эта свобода действует с заключением предосмотренным законодательством Российской Федерации ограничений. Что же это за ограничения? Собственно говоря, в четвертой же статье дается, опять-таки, упоминание некой государственной или иной специально охраняемой законом тайны. Вот, собственно говоря, возникает уже представление о некоторых видах тайны, разглашение которой не позволяется ни в рамках свободы слова, ни в рамках, собственно говоря, средств массовой информации. Вот некоторые из видов тайны, государственная тайна — это отдельная история, а вот помимо государственной тайны есть еще и другие виды, охраняемых законом тайн. К ним относятся коммерческие, к ним относятся данные, составляющие персональные данные, налоговые тайны, банковские, врачебные. Их довольно-таки большой список, но все-таки то, что имеет отношение к деятельности медицинских работников, это персональные данные и врачебные тайны. Во многих случаях в интернет-сообществе возникает ощущение, что правила в интернете не действуют. Да нет, на самом деле правила в интернете действуют, они действуют так же, как и на всей территории Российской Федерации. Собственно говоря, они описаны, что информация, как и веб-правых отношений, опять-таки, имеет определенное ограничение распространения информации, ограниченное к распространению на территории Российской Федерации, оно присутствует. Оно касается не только, допустим, логически понятных призывов к производству запрещенных препаратов или насильственной смены власти, но и некоторым иным охраняемым законом, видом тайны, который, собственно говоря, упоминается здесь. Перейдя к понятию непосредственно врачебной тайны, надо сказать, что довольно-таки подробно она как врачебная тайна, как понятие, как перечень сведений, составляющие врачебную тайну, как описание того, на кого это понятие распространяется и что, собственно, с этой тайной делать, описано в 13 статье 323 Федерального закона, где подробным образом изложены следующие обстоятельства, что врачебной тайной является факт обращения в медицинскую организацию, состояние здоровья и диагноз и иные сведения. Если подойти более развернуто к понятию иные сведения, то вот тут-то, особенно в сопоставлении с понятием персональной данной, то вот тут-то мы с вами чуть-чуть закопаемся. Потому что вы видите на экране, что это то, что идентифицирует человека, то есть непосредственно составляет его персональные данные, а дальше все дополнительное, включая как общие данные, касающиеся все-таки ближе к персональным данным, так и данные, относящиеся ближе к врачебной тайне, а именно диагноз, анамнез, сведения об организации, о виде, об условиях оказания срока, оказания медицинской помощи, о диагностических воздействиях и прочее, 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 прочее. Таким образом, по сути дела, любая информация, касающаяся пациента и, возможно, позволяющая этого пациента идентифицировать по этой информации, относится к врачебной тайне, а сама идентификация пациента относится к персональным данным. Таким образом, рассказ о неком пациенте, который находится или находился на лечении с определенным диагнозом в определенном медицинском учреждении, сам по себе врачебной тайной не является. Но если в этот рассказ о медицинской работнике добавляют что бы то ни было идентифицирующие этого человека, это становится не только персональными данными, но и врачебной тайной. При этом надо отметить, что соблюдение врачебной тайны требуется от всех, кто к ней может быть причастным. То есть это лица, исполняющие трудовые, державственные и служебные обязанности, а также учащиеся. То есть все лица, работающие, осуществляющие определенные виды работы в медицинской организации, даже не относящиеся, допустим, к лечебному составу, а также учащиеся, то есть и самоординаторы, интерны, студенты и все прочие, которые получают доступ к врачебной тайне. Более того, нередко эту врачебную тайну сознательно и не сознательно разглашающие, допустим, на просторах интернета, размещая фотографии, размещая видеоролики, размещая фото определенных либо пациентов, либо частей тела пациентов идентифицируемых, либо, допустим, снимков с незакрашенной фамилией. При этом надо отметить, что факт обращения в медицинскую организацию, именно первый пункт из перечисленных, также является врачебной тайной. То есть упоминание того, что этот пациент идентифицируемый обращался в медицинскую организацию, уже само по себе является врачебной тайной. Там же в 13 статье упомянута возможность обработки при наличии согласия. Имеется ситуация, при которой возможна обработка персональных данных пациента и данных, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента. Так перечислена возможность обработки при оказании экстренной медицинской помощи, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений, по запросу органов дознания следствия суда, допустим, при наличии любых видов разбирательств гражданских и уголовных, возможно разглашение подобное при гражданском производстве, при наличии, допустим, доверенного лица в медицинской организации, поскольку и это иногда становится предметом перепирательства в том же самом зале суда. Оказание помощи больным наркоманией, в том числе несовершеннолетних, опять-таки информирование правоохранительных органов о возможности получения пациента определенных повреждений в ходе противоправных действий, при проведении военно-врачебной экспертизы, при расследовании частного случая на производстве, обмене информации между медицинскими организациями в целях оказания медицинской помощи с учетом соблюдения законодательства о персональных данных. Надо отметить, что между медицинскими организациями, а не между медицинскими работниками, допустим, разных медицинских организаций. То есть случай, упомянутый ранее, когда мы говорили про двух остеянных хирург, которые общались по поводу пациента, не скрывая его персональные данные, собственно говоря, под этот пункт не подпадает. Ну, далее при осуществлении учета и контроля в рамках системы обязательного социального страхования, и, наконец, при осуществлении контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Переходя к понятию персональных данных, для начала надо ответить, что такое персональные данные. И тут мы с вами сталкиваемся с законом о персональных данных, статьей третьей, которая дает нам определение, а именно то, что персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. То есть, если этот человек четко определен в этом описании, допустим, имя, фамилия, либо этот человек возможно определить по данному набору персональных данных. Так, например, имя само по себе может не относиться к персональным данным. Имя с фамилией скорее будет относиться к персональным данным, потому что позволяет человеку идентифицировать. Равно как и, допустим, образ человека, который позволит его идентифицировать, равно как и имя и номер телефона, которые нередко используют неблагонадежные операторы различных компаний, которые зазывают к себе для оказания разных услуг. И в то же время дано определение, что такое оператор персональных данных. И вот тут мы сталкиваемся с пониманием того, что оператор персональных данных – это лицо, которое совершает действия с персональным данным, при этом это не только юридическое лицо, но и физическое лицо. То есть, допустим, те самые два администратора, два помощника, а пластический хирург ассистентов – оператором персональных данных, по-видимому, к сожалению, все-таки являлись, распроизводили действия с персональными данными. На слайде перечислена возможность, что с персональной данными можно делать. Предусмотрена возможность обработки, распространения. В данном случае под распространением подразумевается и описано, что это раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, автоматизированная обработка персональных данных с использованием средств вычислительной техники, то есть применение всех современных цифровых технологий, в том числе в рамках сети интернет, с использованием сети интернет, и, наконец, блокирование, а далее еще обезличивание и прочее, прочее. Что, собственно говоря, с персональными данными делать можно, описали. А вот что делать точно нельзя, лица, получившие доступ к персональным данным, по сути дела, должны к ним относиться как к конфиденциальной информации, то есть не имеют права передавать их третьим лицам, если подобное не предусмотрено. Как исключения были предусмотрены ранее. В отношении передачи третьим лицам необходимо отметить, что, к сожалению, во многих согласиях на обработку персональных данных, которые заключаются при поступлении пациента в медицинскую организацию, при обращении в медицинскую организацию, по умолчанию почему-то содержится пункт, упоминающий возможность передачи персональных данных третьим лицам. При этом надо особо отметить, что современное развитие, допустим, сервисов по записи пациентов, онлайн-сервисов, сервисов по направлению пациентов, телемедицинский услуг, по сути дела, сильно ограничивается за счет невозможности передачи персональных данных, в том числе врачебной тайны, третьим лицам или, допустим, третьим юридическим лицам, юридическим лицам, с которыми не было заключено согласие на обработку персональных данных. Но об этом чуть позже. Персональные данные бывают разные. И в данном случае, когда мы подходим с вами к конкретизации понятий персональных данных и к конкретизации их вокруг понятия врачебной тайны, необходимо отметить, что есть специальные категории персональных данных, которые относятся расовая принадлежность, религиозные убеждения, философские убеждения, состояние здоровья и интимной жизни. Естественно, медики имеют дело с двумя последними пунктами, что, собственно, зачастую и представляют из себя врачебную тайну. Теперь в отношении того, в каких случаях персональные данные можно обрабатывать и что нам это дает. Первый пункт. Специальные категории персональных данных можно обрабатывать, когда мы говорим о том, что пациент дал согласие в письменной форме на обработку персональных данных. Вторая позиция, которую необходимо отметить, это персональные данные, вот те же самые специальные категории, можно обрабатывать в том случае, когда пациент сделал сам их, не пациент, а субъект персональных данных, сам сделал их общедоступными. И, наконец, обработка персональных данных возможна тогда, когда это связано с безопасностью вообще, и при осуществлении персональных данных, при осуществлении оказания медицинской помощи, при этом, естественно, с соблюдением законодательства Российской Федерации и сохранения врачебной тайны. Надо особо отметить, что выделен отдельный класс биометрических персональных данных, то, что имеет отношение и то, что содержится в любой медицинской документации, статью 11-й 52-го федерального закона. И в данном случае мы говорим с вами опять-таки о том, что подобные данные охраняются особо вниманием, и обрабатывать их можно при наличии согласия в письменной форме. Пытаясь соединить между собой представление о персональных данных и о врачебной тайне, надо отметить, что персональные данные — это, без сомнения, более широкое понятие. Врачебная тайна — это нечто более вскрытое. При этом врачебная тайна, с одной стороны, конкретизирует понятие персональных данных, с другой стороны, ничего не значит без персональных данных. То есть, деперсонализировав определенные данные, мы можем эти данные использовать, не разглашая при этом ни врачебную тайну, ни персональные данные. Поскольку сама по себе, допустим, история болезни пациента, лишенная возможности его идентифицировать, то есть точного возраста, фамилии, имени, номеров карты, номеров истории болезни, мест госпитализации и прочих возможностей идентифицировать, становится скорее медицинским кейсом, а не историей, составляющей врачебную тайну. То, что надо особо отметить, — это упоминание ранее относительно краткое того, что согласие на обработку персональных данных должно быть письменным. Это не галочка, которую мы во многих случаях ставим в форме обработки персональных данных в сети интернет. Письменное согласие упоминается в 13 статье 323 и в 11 статье 152. Когда мы говорим о сведениях, составляющих врачебную тайну, согласие может быть только письменным. Опять-таки, как я уже говорил, это будет существенно в настоящее время, существенным образом ограничивать законность и безопасность применения современных средств связи при оказании медицинской помощи. Источниками разглашения врачебной тайны, без сомнения, является... Ну, собственно, их много, основными во врачебной среде является медицинская документация и, собственно, работники медицинской организации. Способы разглашения, к сожалению, постоянно растут, но, в принципе, постаравшись их конкретизировать, мы получаем передачу материальных носителей, допустим, медицинской документации на ознакомление другим медицинским работникам, пациенту и его родственникам, законным представителям. Законным представителем является лица с доверенностью, в которую упомянуто наличие права ознакомления с данными, составляющими врачебную тайну. Иным лицам, мы накладаем, такое бывает, неограниченному кругу лиц. Иные лица, и неограниченный круг лиц, это то, что, к сожалению, периодически вспоминается в средствах массовой информации, когда архивы медицинской организации каким-то образом оказываются выброшенными в общедоступные места, как простая макулатура, что, естественно, не украшает образ медицинского работника и тем более медицинской организации в глазах пациентов. Разглашаться данные могут в ходе устной беседы, опять-таки, с перечисленными категориями людей и в ходе передачи при помощи электронных сетей, электронных средств связи. Надо отметить, что последние годы, при том, что без сомнения количество устных разглашений врачебной тайны законных или незаконных или общения на тему сведений, составляющих врачебную тайну, устно не сокращается, увеличивается, явно увеличивается поток информации, несущейся по электронным носителям. Это мессенджеры, это интернет, это прочие сети, часть из которых подобных историй я упомянул в самом начале своего рассказа. В отношении социальных сетей и форумов, когда информация распространяется в открытую, есть следующие данные. В статье 6 пункте 10 152 федерального закона упоминается, что осуществляется обработка персональных данных без необходимости получения согласия в том случае, если доступ неограниченного круга лиц к этим данным был предоставлен самим субъектом персональных данных либо по его просьбе. То есть эти персональные данные стали общедоступными. Статья 8 152 федерального закона повторяет подобное же утвердение, конкретизируя немного на другом, в отношении открытых источников персональных данных, допустим, справочников. Разница между 6 и 8 пунктом, по сути, заключается в том, что в 6 пункте, либо по просьбе субъекта персональных данных, допустим, пациента, либо он самостоятельно это распространил, в 8 пункте подразумевается то, что с его согласия или по просьбе некого третьего лица он дал свое согласие на это распространение. И, наконец, 10 пункт говорит о том, что специальные категории персональных данных также могут обрабатываться, если эти данные были сделаны общедоступными субъектам персональных данных, то есть самим лицом. Возвращаясь к последнему слайду и к предшествующим истории, давайте постараемся теперь оценить. Когда мы с вами говорим про телефонный разговор между врачом и пациентом, в ходе которого сообщаются определенные сведения, составляющие врачебную тайну, происходит ли разглашение врачебной тайны. С одной стороны, да, конечно, происходит, но с другой стороны, пациент при этом согласие письменное, находясь в организации, подписывая договор, все-таки давал. Но при этом это разглашение, конечно же, позволяет общаться пациенту с врачом более удобно, более комфортно, но без наличия записи или протоколирования совершенно не позволяет нам восстановить, что именно пациент рассказал. Более того, давая возможность пациенту сообщать определенные данные без соответствующей проверки медицинским работникам, мы ставим медицинского работника в ситуацию, когда он на свой страх и риск производит оценку сообщаемых симптомов слепую. Либо это будет по умолчанию комментарий, приходите на консультацию, либо это будет определенный риск, что медицинский работник недооценит тяжесть симптомов сообщаемых пациентов. Касательно истории, когда два ассистента пластических хирургов между собой общались, но здесь, к сожалению, не удерживает эта история никакой критики, потому что ассистент хирурга разглашал сведения, составляющие врачебную тайну, а собственно говоря, разглашение сведения, составляющие врачебную тайну и тайну охраняемого закона является поводом в том числе для увольнения. Что касается отправки анализов не тому адресату, ну как это не парадоксально, а как не сложна эта история с позиции пациента, получившего не пациента, а невинного гражданина, получившего анализы другого лица к себе на почту, в данном случае разглашение было в соответствии с адресом, который собственноручно написал пациент. То, что пациент в этом адресе ошибся, в данном случае это не проблема медицинской организации. Без сомнения, за сохранность врачебной тайны ответственности несет медицинская организация, но если пациент разрешил, более того, сам написал, куда эти анализы отправить, и это были те анализы, которые можно отправлять по электронной почте, и произошла ошибка с перенаправлением анализов, то в данной ситуации вины медицинской организации здесь никакой нет. Что же касательно скандала или определенных событий, описанных вновь происходивших в сети Facebook, когда доктор вынес пост из открытой группы, то в данном случае, несмотря на правила, которые прописаны по утверждению администратора были в этой открытой группе, правила касались крайне этичного отношения без выноса ссоры из СБ и постов в другие группы, группа-то была открытая. А значит, любые правила являются правилами, скорее, предполагающими возможности добровольного исполнения, лежащими на грани этики, но никак не на грани запрета. Таким образом, мы с вами говорим о том, что разглашение персональных данных в данном случае было допущено и нарушение, может быть, врачебной тайны. В данном случае было допущено не врачом, который совершил репост, а дочерью пациента, которая опубликовала данные. Если она их опубликовала без согласия своего отца, то это раз. Если с согласием своего отца, тогда в таком случае эти данные стали общедоступными, с согласия субъекта персональных данных, и дальше с ними можно произвести любые манипуляции. Ну и, возможно, следующим лицом, ответственным за потенциальное разглашение врачебной тайны, в данном случае являлся администратор группы, который, пытаясь защитить данные, хранящиеся в группе, сделал группу общедоступной. То есть, возможность доступа к данным, хранящимся внутри группы, стала у неопределенного круга лиц. В данном случае мы видим, к сожалению, историю, в которой взаимное непонимание с незнанием терминов привело к тому, что несчастного доктора, которого сначала в эту группу звали, постарались обуглить, обругать, с использованием тех самых слов, которые мы сейчас, в значении которых мы разбирали, и на персональные данные, и врачебная тайна. При этом, по факту, нарушений ни первого, ни второго доктор не допустил. И то, и другое было нарушено либо дочерью пациента, либо администратором группы. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, вы можете их задавать, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Спасибо, уважаемые коллеги, за большое количество вопросов. Давайте постараемся их все разобрать. Ну или большую часть из них. Если пациент ведет аудио или видеозапись во время врачебного приема, собственно говоря, производство записи никоим образом на него мы повлиять не можем. Это его права и свободы. Если он самостоятельно разглашает сведения, которые мы о нем ему рассказали, это то, что он сам делает свои сведения общедоступными. В данном случае ответственность медицинской организации быть никакой не может. Другая история может быть в том случае, если он не разглашает, а распространяет видео медицинского работника. Дело в том, что данные, касающиеся медицинских работников, храниться в открытом доступе могут и должны. Это касается в том числе данных об образовании, в том числе фамилии, имени. Однако нигде не сказано про, допустим, образ медицинского работника. Поэтому съемка медицинского работника с выкладыванием данных, в принципе, при грамотном подходе со стороны медицинской организации медицинского работника, может определенным образом караться. Обязаны ли сотрудники скорой получать от пациента согласие на обработку персональных данных? Как, собственно, было сказано выше, при оказании экстременской помощи, конечно же, нет. Вопрос жизни стоит на первом месте, и оказание экстременской помощи проводится в том числе и без получения согласия на обработку персональных данных. Естественно, должным образом должна быть зафиксирована та ситуация, которая требовала оказания экстременской помощи, либо диагностики состояния, а требовало ли оно оказание экстременской помощи. Могут ли родственники пациента, я так понимаю, установить факты его пребывания в стационаре? Собственно говоря, без самого пациента они факт пребывания пациента в стационаре установить не смогут. Это врачебная тайна, которая относится к этому пациенту. Он является субъектом персональных данных, он хочет разглашает, хочет не разглашает. Другие возможные способы получить в обход этого пациента, либо его воли, либо и при невозможности получения данных от него, либо от него согласия, это, допустим, судебный запрос. В таком случае эти данные медицинская организация должна будет предоставить или сообщить. Может ли врач отказать в присутствии родственников пациента научной консультации? Очень неоднозначный вопрос. Дело в том, что опять-таки сохранность врачебной тайны – это проблема медицинской организации. При этом, если пациент сам разрешает присутствовать родственникам, то он берет на себя ответственность за пространение этой информации. Однако со стороны медицинской организации крайне желательно все это зафиксировать. В идеале в информированном добровольном согласии. В противном случае, если в информированном добровольном согласии не получился согласен на уроке персональных данных, кому он позволяет разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, если таковой возможности не получилось, как минимум описание на приеме, что пациент на приеме находится в сопровождении того-то. Другое дело, что опять-таки этот бланк желательно подписать как иллюстрацию того, что пациент это видел. Более того, эти лица действительно находились на приеме. Любая информация, которая предоставляется по телефону, сложна в связи с тем, что невозможно идентифицировать, кому вы ее предоставляете, говорим ли мы о возможности осуществления вызова на дом, говорим ли мы о состоянии здоровья пациента по телефону. Проблема идентификации того, с кем вы говорите, получается ложится на вас. Есть медицинская организация, которая исходит из того, что они включают в согласие некие, допустим, в кодовые слова и по этим кодовым словам идентифицируют собеседник либо пациента, либо того человека, которому он доверил это кодовое слово. Но пока что подобная история с кодовыми словами никакого наказания со стороны контролирующих органов не получала. Имеет ли право пациент фотографировать назначение своей истории болезни? Да, при нахождении в стационаре пациент ознакомляется с историей болезни в тот момент, когда это ему удобно. Ну и, соответственно, удобным медицинским работникам, которые осуществляют лечение пациента. Является ли нарушением показ с медицинским работником учебного фото и видео пациента до и после лечения? Подобные материалы желательно сопровождать либо все-таки создание подобных материалов с подписанием согласия на использование образа пациента. Желательно в то же время их деперсонализировать, то есть закрывать идентифицируемые участки тела, допустим, это лицо или части тела с шрамами, татуировками и прочим, что может быть идентифицируемо, то, что лицо пациента открыто в данном случае, но ими и другие сведения не упоминаются, к сожалению, вряд ли при недовольстве стороны этого пациента поможет, потому что идентифицировать его можно по его образу. Альтернативным вариантом является то, что, допустим, это был не пациент, а здоровый доброволец. Ну, есть понятно, что ряд медицинских манипуляций, которые на здоровом доброволец проводить не получится, тем более здоровый доброволец, также должен иметь определенное оформление. Правомощно ли фотографирование врача на приеме пациента без согласия первого? Как я уже сказал, персональные данные медицинских работников возможны к разглашению, и за счет этого отчасти существует большое количество медицинских агрегаторов, сайтов, в которых размещаются и персональные данные врачей, и места их работы, в том числе, к сожалению, зачастую оставляются и комментарии об их работе, о качестве их работы, которая оценивается не специалистами, поэтому эта оценка крайне субъективна, зачастую просто категорично негативна. Вот в отношении упоминания образа никаких данных нету, поэтому фотографировать-то, наверное, запретить не получится, а вот распространять фотографии в интернете, он должен уже спрашивать врача, не против ли врач. То сказать родственникам пациента, которые знают, что пациент находится в отделении, опять-таки, при звонке по телефону. Ну, если мы с вами говорим о том, что мы не сообщаем данные, составляющие врачебную тайну, при этом родственники уже знают, что он находится в отделении, то есть сам факт обращения присутствует, то, в принципе, можно отделаться ничего, к сожалению, не значимым комментариям. Вряд ли родственникам удовлетворит, потому что комментарии дополнительные, любой даже состояние здоровья, что он себя чувствует хорошо, плохо, так же или не так, же уже является комментарием по состоянию здоровья. Поэтому формулировка со ссылкой, допустим, на предшествующее состояние, которое им было известно без динамики, не является сообщением новых данных. Любые новые данные, это будут разглашением той самой врачебной тайны. Звонок по телефону с идентификацией родственников отвечал, что это довольно-таки сложно. Тоже те же самые комментарии о состоянии пациента, крайне сложно оценить, кому мы их даем. Идентифицировать человека по телефону невозможно. Запись, допустим, диктофонная запись медицинского работника и его слов может выступать доказательством в суде, к сожалению или к счастью, потому что врач, медицинский работник в данном случае исполняет свои должностные обязанности. Более того, то, что он говорит, является информацией, имеющей отношение к пациенту, как к тому лицу, которое получает медицинские услуги. Поэтому записывать он это имеет, опять-таки распространять он это может в том случае, если информация вся касается только его. Если же он дает любую негативную категоричную оценку заключением врача, допустим, действительно профессиональным заключением, которых он просто не понял, это уже может подпадать под понятие клевете, оскорблении чести, достоинства, деловой репутации. Еще один вопрос в отношении информации, представляем по телефону. Да, без сомнения. Я прекрасно понимаю коллег, которые задают подобные вопросы. За время своей работы в медицинской организациях, я что работал в стационарных отделениях, что, к сожалению, в отделении реанимации, постоянно звонили родственники, которые постоянно спрашивали, что и как информацию о своих пациентах, о своих близких. И по понятным причинам мы эту, к сожалению, информацию представляли, а так это совершенно небезопасная история, потому что идентифицировать родственника нет возможности. Поэтому к подобным комментариям надо быть крайне аккуратным, при этом прекрасно мы все понимаем, что состояние пациента, во-первых, не всегда меняется, во-вторых, не всегда пациент понимает, родственник пациента, что вы ему говорите. И, наконец, всегда надо понимать, что любая информация, сказанная вами, к сожалению, может быть записана, может использование против вас в хронологическом порядке, что ему было плохо, а потом стало хуже, что вы сообщили, что ему хорошо тогда, когда ему уже стало плохо и прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, потенциальные риски от подобного комплоентного и правильного общения с пациентами превышают возможную пользу. Надо как-то из этой ситуации стараться выходить, но это, к сожалению, организационное решение должно быть на уровне конкретной медицинской организации, возможно, с теми же самыми кодовыми словами, которые в некоторых медицинских организациях введены. Какой ответственность может нести администратор, выдавший по требованию третьего лица информацию о пациенте? Вплоть до увольнения. Потому что администратор в данном случае распространил, раскрыл охраняемую законом, тайном. Это карается вплоть до увольнения. Не говоря об возможных более кардинальных мерах. Может ли врач потребовать удаление с сайта отзывов от себе от владельца сайта? Очень интересный вопрос. Дело в том, что я только что, если вы заметили, проговорил про вот эти сайты-агрегаторы с отзывами, у меня есть знакомые, которые занимаются подобным видом деятельности. Мне категорически этот деятель не нравится за счет того, что все эти суждения чаще всего выдаются за оценочные, при этом являются категоричными. То есть пациент однозначно утверждает, что все было сделано плохо. Потребовать же удалить можно в том случае, если пациент подписал соглашение об урегулировании, в котором говорится о том, что информация не разглашается и вся информация, которая была раньше разглашена, удаляется. Либо, если есть решение суда, во всех остальных случаях, в данном случае сторонники интернет-площадки являются платформами, в которых пациенты сами распространяют сведения о себе. В том числе, конечно, распространяют сведения, которые могут в себе нести те самые сведения, порочащие честь и достоинство деловой репутации. Однако в таком случае необходимо проведение судебной лингвистической экспертизы и по ее итогам возможно удаление. Во всех остальных случаях руководители сайтов, хозяева сайтов, к сожалению, не несут. Имеет ли право врач отказать премию пациенту? Если перед этим со стороны пациента было неадекватное поведение, врач написал заявление руководителю медицинского учреждения об отказе работы с данным пациентом. Право врача отказаться от приема данного конкретного пациента. Это право реализуется под написанием заявления, после чего руководитель медицинской организации либо его подразделения ищет замену этому специалисту, соответствующей по квалификации. Не предусмотрено законом, что делать, если замены нету, однако при этом это никак не должно ограничить право врача. Естественно, мы не говорим о ситуации, которая требует доказаний экстренной медицинской помощи. Правомочный для сообщения о смерти пациента родственникам по телефону. К сожалению, это опять-таки сведения, составляющие врачебную тайну. Хотя практика общеприменима опять-таки. Я так понимаю, что больше вопросов нет. Спасибо большое за внимание. Спасибо.